В самом сердце шумной столицы расположен один из важнейших христианских памятников – монастырь бесплотных сил архистратегов Петроки. Монастырь предоставляет не только духовную, но и социальную поддержку прихожан. Строительство перваго небольшого храма относится к началу экс-века. В строительстве храма византийской архитектуры использован арголит. К концу 17 храм был частично разрушен. В 1673 годе иеромонах Парфениас Петроки спребил в Афины для восстановления храма и основания монастыря. На югозападной колонне сохранилась надпись об основании монастыря иеромонахом Парфением Петроки. Католикон относится к типу сложных – четырёхпролётных крестообразных храмов с куполом. В 15 веке небольшой византийский притвор был заменён. На внутренних боковых стенах нынешнего притвора заметны остатки бывшего точка и ещё один притвор датируется 9 векам. Два небольших притвора гармонично сочетались с каменной кладкой, характерной эпохи турецкого владичества, также рыхлия камни с фрагментами плитки и кирпича, которые были закреплены с помощью раствора. Храм был единственным примером крестообразных греческих храмов экс века от Р.Х., но из-за перестроек во время турецкого владичества первообраз памятника изменился. Не менялся лишь византийский стиль. Основные характеристики стиля поддерживались всегда. Купол поддерживают четыре колонны. Две колонны в алтаре и две в храме. Кладка храма повторяет систему кирпичных стен, а инкрустация резными камнями и кусками мрамора из более древней постройки носит чисто декоративный характер. Алтарная часть храма состоит из трёх ниш с внутренней и внешней стороны полукруглыми. Центральная ниша более древная и большая по размеру от двух других точка на высоте выдем рельефный карниз, состоящий из рядов стилизированных гимнов, чередующихся с крестами. Трёхлепестковое окно, лепестки которого разделены тонкими мраморными колоннадами с рельефными капитилямы, имеют крест с четырьмя листьями плюща с небольшим стеблем, обращённым к внутренней стороне нефа. На внешней стороне его пальметто с листьями плюща наверху. Две боковые раковины имеют по двухсветовому окну. Нынешний купол храма является результатом реконструкции первоначального купола и датируется 15 векам. Вся окружность купола окружённо двумя зубчатыми полосами. Это смесь круглого и восьмиугольного купола с вогнутыми сторонами и криволинейными углами, поочерёдно перфорированными, образующими четыре небольших окна с богатым керамическим декором. Купол внутреннего притвора меньше и менее изящный, чем центральный. Через трое ворот посетитель может попасть в главный храм, точка средные ворота большие и арочные, в отличие двух других, которые меньших размеров. Иконография Кафоликона осуществлялась в три этапа. Первый этап датируется 15 векам, часть фресок сохранена в алтаре. Второй этап датируется 1719 годом, точка «Центральный храм» был расписан известным агеографом эпохи Георгия Марка фресками в критском стиле. Настенные фрески внешнего и внутреннего притворов относятся к третьему этапу и являются произведениями современного иконописца Карусаса. Фрески главного храма расположены на высоте полутора метра от пола. По периметру стены изображённы святые, в других местах сцены из Святого Писания. В куполе изображён Вседержитель. Под куполом в сферических треугольниках изображены четыре евангелиста. На арках сцены из Акафиста, в нише алтаря Пресвятая Богородица, которая является мостом между небом и землёй. В Адраре монастыря можно увидеть участки одиночных мраморных блоков. Рядом с могилой учителя, рода Константина и Конному, сохранилось небольшое древнее надгробие с изображением цветка вверху и надписью внизу. Византийский мраморный саркофаг сохранился без крышки и помещён в середине южной стороны Кафаликона. В конце северной стороны были построены архитектурные византийские секции общих архитравов и плит со скульптурами. Это позволяет сделать вывод, что на месте основания монастыря существовало древнее святилище, возможно, до шесть века нашей эры. Продолжение следует... Продолжение следует...